Родительское собрание Напоминаю, не забудьте сдать деньги на шторы Да, и еще у меня для вас замечательная новость В следующей четверти мы с вами должны будем поменять парты И дверь, и окна А также прошу обратить ваше внимание на потолок и стены Их также необходимо будет привести в порядок Ну, конечно, все это мы будем делать не сами Вам необходимо просто сдать денежки Так, папа Димы Зайцева Куда это вы так стремительно? А, устраиваться на вторую работу? Не спешите, у вас на это еще будет время Марья Павловна, ну что же вы сидите? Начинайте собирать у них деньги на шторы Пока все не разбежались На этом у меня все Все свободны А папу Семена Болтушкина прошу подойти ко мне Светлана Сергеевна, я Болтушкин, старший Семен Семенович Очень приятно, Семен Семенович Присаживайтесь Спасибо, спасибо Давно хотела с вами поговорить Что он натворил? Ой, даже не знаю, с чего начать Вот паразит Ну, я ему дома устрою Покатается он еще на моих жигулях Простите Вы разрешаете ребенку в 14 лет садиться за руль? Да нет, ну что вы Только когда выпью Так что он натворил? Дело в том, что ваш сын Уже не первый раз На уроке физкультуры С одним мальчиком В раздевалке Подсматривает за девочками Ну? А натворил-то что? Так я же вам говорю Подсматривает за девочками Вы считаете это нормально? А, ну это да Подсматривает за девочками В седьмом классе Я этим еще в пятом занимался В седьмом мы уже ух Так Ну что ж Теперь вот У вашего сына Серьезные проблемы по географии Он ничего не знает Вот, полюбуйтесь У него одни двойки Он не знает ни про Миссисипи Ни про Титикаку Ну это да Такие-то вещи должен знать каждый На днях спросил у него Про Панамский канал А он говорит В нашем телевизоре Такого канала нет Ну это да Телевизор-то у нас старенький Не все каналы ловит Да Но он не знает даже Столицу Норвегии Осло Зачем вы так? Ну не знает мальчик Эту вашу Столицу Норвегии Осло Нет, ну можно же В конце концов Просто подсказать парню Что это за столица Норвегии Осло Знаете, вот Я, например, тоже Подзабыл Эту вашу Столицу Норвегии Осло Послушайте Да что вы в самом деле Ну, Светлана Сергеевна Вы же все-таки педагог А я вам не мальчик Слова-то подбирайте Осло Осло Ну хорошо Теперь Литература Спрашиваю у него Кто написал Мертвые души? Какие уши? Мертвые Мертвые души Спрашиваю Кто написал? Говорит, что это не он Вот паразитка Ну я ему дома устрою Послушайте А может Действительно Не он написал, а? Теперь Очень серьезный вопрос Вчера На уроке труда Ваш сын Курил В мужском туалете То Сеня? Да Ну говори, жилье Ну не кури Не кури Во время урока Перемена ж для этого есть Послушайте Какая перемена Вы понимаете Ваш сын Курил В мужском туалете Ну это да Мы в наше время Всем классом За школой Курили Ладно Вот Это нарисовал Ваш сын На уроке Рисования Вот О В наше время Учителя Так не позировали Вообще-то Весь класс Рисовал яблоки Да? Да А получились Дыньки Да поймите Я же учитель Я же у него Классная Да вы у него Супер Спасибо Да что вы такое Говорите А что ваш сын Устроил зимой? Что? Прямо перед входом В школу Залил водой Сторублевую купюру Вода Замерзла А в результате Сорваны Три урока В смысле? Марья Ивановна Учитель литературы Сломала каблук Учитель химии Обломала ногти А трудовик Василий Петрович Лишился Двух зубов И все бы ничего Если бы купюра Была настоящая А не из банка приколов Да Кстати Про деньги Не знаю даже Как и сказать Но Ваш сын Предлагал мне деньги Сколько? Тысячу Тысячу? А за что предлагал? Ну Чтобы я вас В школу не вызывала А Я вижу у вас тут В школе Золотое дно Скажите А вот у вас там На входе В школу Объявление висит Требуется физрук Ну да Требуется Так вот считайте Что физрук У вас уже есть Пойду Заявление Напишу Пока Кого попало Не понабрали Сокол Сокол Это я Дятел Прием Дятел Дятел Я Сокол Доложите обстановку Сокол Нахожусь В лесу Пропавшую Пока не обнаружил Скажите Как она хоть Выглядит Дятел Как может Выглядеть Женщина Гребник Как женщина И как Гребник Что Непонятно Мы Заперинговали Ее мобильник Судя по сигналу Она идет Прямо На тебя Смотри Дятел Чтоб Не проскочила Сам ты Дятел Надо же Из-за какой-то Тетки Всех на уши Подняли МЧС Военных Полицию Ну этих-то Понятно Но я Простой Охранник Супермаркета А меня Тоже В лес За что Хоть бы Сапоги Выдали Надо же Никого Нет Здрасте Привет Простите А вы Случайно Женщину Гребника Не встречали А Нет Ясно Минуточку Сокол Сокол Это опять Я Дятел Прием Прием Дятел Что там У тебя Сокол А Баба Которую Мы ищем Точно Гребник Или от Дискотеки Отстала Как она Хоть Одета А Ну не в Мини Юбки Она В лес Пошла Ну почему же Некоторые За грибами Ходят Именно Так Сокол А Наша Баба До этого Похода В лес Другими Психическими Заболеваниями Не болела Дятел Хватит Задавать Глупые Вопросы У меня Уже Смена Заканчивается Как Все Выяснишь Свяжись Дежурным А я На две Недели В отпуск Все Конец Связи Простите А А вы Случайно Службу Спасения Не звонили Звонила Правда Так Я же За вами Скажите Вот Нахрена Вы Вообще В лес Поперлись Понимаете Я Вышла Замуж За одного Богатого Старичка Врачи Говорили Что он И года Не протянет Думала Потерплю Годик И Стану Счастлива Ну И что Через Неделю Серебряная Свадьба 25 лет Вместе А предпосылок Для счастья Никаких Подождите А в лес Вы Зачем Пошли Так Грибов Решила Насобирать Разных Для Мужа Очень Хочется Счастливой Стать Ну Вы С грибами То Как то Поосторожней Вон Красная Шапочка Тоже Через Лес Шла Грибы Собирала Разные А потом Не смогла Отличить Бабушку От Волка У вас Я смотрю Грибы Вон Тоже Какие Странные Кто Ж Такие Грибы Собирает Многие Кто Хочет Стать Счастливой Я И Рецепт В одной Книжке Прочитала Кулинарный Не В Криминальный Ну Все Давайте Выводите Меня Из леса Да Я Сам Тут Немножко Заплутал Третий День Вас Ищем Сейчас Минуточку Ну Что А Аккумулятор Сел Дайте Ваш Телефон Ага Так 8 916 688 Да Да Не номер Позвонить Дайте А Так Он у меня Тоже Разрядился Я Когда В службу Спасения Звонила Мне Минут 20 Повторяли Ваш Звонок Очень Важен Для Нас Оставайтесь На Линии Ну Я И Оставалась Хорошо Хоть Вас Вызвать Успела Вы Ведь Меня Спасете Спасем Конечно Спасем Напарник То Мой Знает Где Мы Осталось Его Только Из Отпуска Двухнедельного Дождаться Ой Две Недели Это Долго А Куда Вам Торопиться Грибы Испортятся И Не Подействуют А Потом Муж Мой Захар Игнатьич Волноваться Будет Как Вы Сказали Захар Игнатьич Надо Ж Прям Как Любовника Моей Бывшей Жены Я Из-за Этого Мерзавца И Развелся Захар Игнатьич Кстати А Где Ваш Игнатьич Живет На Проспекте Гоголя А Дом Квартира 18А Квартира 6 Не Может Быть Что Что Так Так Он Еще Жив Знаете А давайте Давайте я вам Помогу грибов Насобирать Так вы не знаете, какие нужны? Не волнуйтесь, уж для Захара Игнатьича нужные грибы найду. Глядишь, вместе с вами и я счастливым стану. Простите, а я туда попала? Попал, попал, по полной программе попал. Ты очень красивый и умный девушка. И правильно сделал, что позвонил мне. Это очень хороший видеомагнитофон. Я тебе к нему еще пять видеокассет подарю. Пять. Фильмы про любовь. Немецкий. Да, здесь фантастиш. Какой видеомагнитофон? Хороший магнитофон такой, японский, настоящий Сингапур. Из Малайзии привезли. Абсолют новый, почти. 250 рублей всего. Нет, вы, наверное, не поняли, я по объявлению. Ну, все правильно, видеомагнитофон, 250 рублей, это нормально. Я по себе оставил, но очень деньги нужны. Да нет, я по другому объявлению. По какому? Вот. А что тут написано? Какой это язык? Русский. Слушай, прочитай сам, пожалуйста, там так мелко написано, ничего не разбирать. Солидная ремонтная компания предлагает все виды услуг по евроремонту элитных квартир класса люкс. Вот. Там так написано? Да. Это Паша объявление? Ну, да, конечно, наше. Это брат Тофик давал, у нас очень солидный, хорошая компания, все сделаем. Конечно, как скажешь. Кушать хочешь? Нет. Виноград, киш-миш, без косточка, я сам бы ковыривал. Нет, спасибо. Не будешь? А фрукты? Фрукты очень полезные. Здесь тоже косточка есть, ну ты сам доставай тогда. Нет, не надо. А может быть чай хочешь такой зеленый, свежий, полезный очень чай? Спасибо, нет. Нет, ну все равно он закончился. Может сосиску творить? Вы знаете, давайте лучше вот сразу к делу. Ну, хорошо, давайте. Что ты хотел красивый? Вы знаете, мой шеф дал мне задание. Найти солидную ремонтную компанию по отделке. Отделаем за милую душу. Всех, кого скажешь, один минуточку, один минуточку. Говорит, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Компания Евротаксист. В аэропорт? Во сколько нужно? Какой адрес? Хорошо, машина будет. Все сделаем, недорого. Хорошо, договоримся, договоримся. Один минуточку. Тофик, брат, заправь нашу АКУ. Один женщин в аэропорт хочет. И не перепутай аэропорт, их в Москве несколько штук. Все. Так что ты хотел красивый? Я говорю, вы офисы отделываете? Офисы? Да. Конечно, офисы. В первую очередь мы там все делаем, красим, белим. Все, один минуточку. Один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слушаю. Да, да. Потомственный колдун Иннокентий. Снимаю. Порчу. Все. Мужики внимания не обращают. Ай-яй-яй. Значит так, подъезжай после двенадцати ночи. Все сделаем. Недорого. Ждем. Один минуточку, один минуточку. Тофик. Брат, как тетку в аэропорт отвезешь, возвращайся сразу. С одной женщиной что-то снять нужно. Так что ты хотел красивый? Я говорю, мой шеф хотел бы отделать офис в стиле хай-тек. Вы работаете в этом стиле? В каком? Хай-тек. А, конечно, конечно. И сейчас все умные люди делают только этот хай-тек. Потолки побелим, стены покрасим, хай-тек везде напишем, не волнуйся. Один минуточку, один минуточку. Говорите, пожалуйста, я тебе слышу. Нет, нет, не ошиблись. Ветеринарная клиника Еврокод. Ожирение кота? Привозите, обследуем. Специальная диета. Через месяц вернем, будет как новенький. Хорошо, недорого. Ждем. Один минуточку, один минуточку. Тофик, брат, у нас в ванной месяц кот поживет. Жирный, как свинья. Не обижай его. Он хорош. Дай, не корми его. Обещал из него человек сделать. Так что ты хотел красивым? Я говорила про хай-тек. Хай-тек? Да, хай-тек. В офисе моего шефа. О, твоему шефу очень повезло. Хай-тек с такой красивой девушкой. Окей, прям в офисе. Нет, вы не поняли. Я говорю, ремонт. А, ремонт этот, хай-тек. Конечно, вы все сделали. Я же сказал, хай-тек на потолке, хай-тек на стенах, деньги принес. Ой, ну... Нет, но мне же сначала сказали все оговорить. Ай-яй-яй. У нас солидный, очень хороший компаний. Предоплата нужна. Ну, я же не знала. Не знала она. Вдруг ты аферист какой-нибудь? Нет. Сейчас аферисты вон на каждом углу встречаются. Фу, целая Москва аферистов. Сколько у тебя там с собой? Нет, у меня денег совсем нет. Сколько? Нет, вот... Ну, примерно там... Ну, совсем немного. Ну, сколько? Ну, рублей вот... Пятьсот. Пятьсот нормально, нужно просто предоплата. Без предоплаты мы не работаем. Нет, но мне же еще на такси нужно. Да, тофиг брат отвезет, куда скажешь. Да? Конечно. А вы... Вы правда все сделаете? Ну, я же сказал, ты хей-тек на потолке, хей-тек на стенах. Все, не волнуйся, не волнуйся. Тофиг, брат, бросай сапоги. Потом дочинишь. Тут один красивый девушка, нужно отвезти, куда она скажет. Да. До метро. Да, и не увлекайся тому, ей очень сильно, а то тебе ночью еще порчу снимать. Уважаемые дамы и господа, наш самолет набрал необходимую высоту, но, к сожалению, потерял управление и сейчас падает в море. До катастрофы остается две с половиной минуты. Просьба всех надеть спасательные пояса и оставаться на своих местах. Давайте проведем катастрофу организованно, без паники. Желающим будут предложены прохладительные напитки. Боже мой, что же делать? А, Анна Павловна, раздевайтесь. Ой, а зачем? Я же все равно плавать не умею. А, Анна Павловна, раздевайтесь. Стюардесса предупредила. У нас на все про все две с половиной минуты. Сергей Тимофеевич, миленький, да что вы обо мне-то так беспокоитесь? Я же все равно утону. Утону. Утонете? Ну, перед смертью последнюю радость получим, если успеем. Как? Прямо здесь? А вы что, под водой предпочитаете? Нет, ну, а вдруг, а вдруг мы не разобьемся? Да, как это не разобьемся? Не волнуйтесь, вы все будет нормально. Разобьемся. Нет, ну, а вдруг, а вдруг ваша жена узнает? Она уже ничего не узнает. Снимай свои чертовые шмотки. О, Господи, да что вы на меня так кричите? Ну, так же сразу нельзя. Сначала же нужно привыкнуть друг к другу, а уже потом... Нет, сначала потом привыкать на том свете будем. Ой, нет, я так сразу не могу. Ну, вы бы для начала хоть сказали что-нибудь. Ну, я не знаю, ну, что любите меня, что жить без меня не можете. Ну, что все обычно говорят, ну, можете сказать или нет. Ну, не могу, не могу я без тебя жить. Ровно минуту. Ой. И зачем я с тобой связался? Вон, роскошная блондинка в обмороке лежит. Но я до нее уже не успею. Да ты, ты посмотри, что люди, что люди делают. Вот, вон, пьют, раздеваются, целуются. О, о, берегут каждую секунду. Одни мы тут с тобой. Господи, и правда, разврат-то какой. А эти в проходе, проходят и что вытворяют. А до этого сидели как порядочные. Господи, ну неужели, чтобы почувствовать себя совершенно свободным, необходимо в катастрофу попасть. Ну, ладно. Все. Так и быть. Милый, поцелуй меня в шейку. Сама себя целуй. Поздно. Как поздно? Сколько у нас еще осталось? Пять. Ой. Четыре. Ой. Три. Две. Одна. Ой. Уважаемые дамы и господа. Наш самолет произвел вынужденную посадку. Чем мы вас не поздравляем. Ну? А вы говорили, разобьемся? Обманщик. И запомните, Сергей Тимофеевич, порядочная женщина, так вот сразу не может за две с половиной минуты. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы прерываем трансляцию телевизионных программ на нашем канале специальный экстренный выпуск новостей. Буквально 15 минут назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуева. Добрый день, Андрей. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Что у вас произошло? Ну, вот, к сожалению, нас подводит связь. Но как только она наладится, мы с вами узнаем о том, что случилось в Кукуево. Напомню, что полчаса назад на экстренную связь с нами вышел наш специальный корреспондент из села Кукуева. Марина. И вот мне подсказывают, что связь налажена. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Что произошло? Ну, вот, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина. Добрый день. И вновь наша связь налажена. Андрей, здравствуйте. Мы ждем от вас рассказа о происшедшем. Да, Марина. Конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуева. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуева, мы разместили наши видеокамеры. Это самая удобная точка. Простите, Андрей, я вас перебиваю. Так что же все-таки случилось в Кукуево? Андрей? Андрей, ну, к сожалению, нас вновь подводит связь. Да, Марина. И вновь наша связь налажена. Андрей, расскажите, пожалуйста, конкретно, что случилось в Кукуево? Да, Марина. Конечно. Здравствуйте еще раз. В данный момент мы находимся на центральной площади села Кукуева. Здесь, у здания местной администрации, а точнее у дома председателя села Кукуева, мы разместили наши видеокамеры. Дело в том, что это самая удобная точка для того, чтобы наши телезрители смогли увидеть все происходящее своими глазами. Если вы обратите внимание, то позади меня, вот здесь вот сразу, вы сможете... Простите, Андрей. Андрей, вас не слышно? Марина, говорите громче, я ничего не слышу. Андрей, ну, к сожалению, нас сегодня подводит связь, и вот уже совсем скоро мы выйдем из эфира. Пожалуйста, расскажите о происшедшем. Да, Марина. Конечно. Сегодня здесь, в Кукуево, мы работаем в экстремальных условиях. Вместе с оператором мы не спали уже двое суток. Если выпадают какие-нибудь час-полтора, то мы сразу же идем спать. Вот и сейчас только что, Марина, мы хотели прилечь для того, чтобы немного заснуть. Ну, проще говоря, отдохнуть. Но передумали и решили выйти на связь с вами. Впрочем, Марина, здесь не спят и все жители Кукуева. Да и сами подумайте, после того, что здесь случилось, просто не до сна. Марина. Андрей, а вы не могли бы нам поподробнее рассказать о том, о чем вы сейчас рассказываете? Да, Марина. Конечно. Все это началось еще позавчера и длится уже два дня. Проще говоря, вторые сутки. Когда это все закончится? Когда прекратится это безобразие, кукуевцы не знают. Марина. Андрей, а скажите, пожалуйста, а что за люди ходят у вас на заднем плане? Да, Марина. Конечно. Кстати, люди, которых вы сейчас можете видеть, люди, которые ходят на заднем плане, это как раз и есть те самые жители села Кукуева. Марина. Андрей, а скажите, пожалуйста, а какова ситуация сейчас в Кукуево, ну, скажем, на данную минуту? Да, Марина. Конечно. Ситуация в Кукуево на данную минуту, на данный момент не поддается никакому описанию. Проще говоря, ситуация здесь критическая. Но, Марина, мы будем продолжать наблюдать за происходящим и будем выходить на связь с вами каждые полчаса. Марина. Спасибо, Андрей. Я благодарю также наших спонсоров за предоставленную связь и напоминаю, что это был наш специальный корреспондент из села Кукуева. Марина. Ну все, Василий Петрович, мы в лифте. Поехали. Василий Петрович, мы, кажется, застряли. Как? Почему? А мы вообще где? Ну, как где? В лифте. Да? А что мы тут делаем? Кажется, Новый год встречаем. Оригинально. А где же тогда шампанское, мандарины, оливье? А ты вообще кто? Я? Снегурочка. Да? То есть, раньше приходила белочка, а теперь Снегурочка. А откуда я тебя вообще знаю? Ну как же, ну мы же с вами в одном агентстве работаем? В каком? Трезвый Дед Мороз. Да? А что же мы тогда с тобой тут в лифте? Нам же работать надо. Да мы уже с вами всех поздравили. Вот только в лифте застряли. Почему? Вы что, правда ничего не помните? Нет. Ну, после того, как вы в 45-й квартире на пассажок еще раз выпили 300 грамм. Я вас в лифт завела, кнопку нажала и мы застряли. Ну, ты на помощь назвала? Ой, так ведь ночь на дворе. Так ведь новогодняя ночь. Ой, левчора пыталась вызвать. Кого? Ну, вот же, вот кнопочки. А, кнопочки. Да я набирала, набирала. И 112, и 02. Никто не отвечает. И 112. Вот кнопочка с колокольчиком. Нажимаешь и говоришь «Алло». «Алло»! «Алло»! «С новым годом, с новым счастьем мы хотим поздравить вас в ясный день или в ненастье. Пусть все будет как сейчас». «Алло! Я слушаю!» «С новым годом, у вас с этим, с новым счастьем поздравляем». «Кто это там?» «А, это и Дедушка Мороз, и Снегурочка, внучка моя, артисты мы, артисты». и шатина?» «А, понимаете, какая фигня? Мы застряли в лифте, выпустите нас». «Алло»! «Да-да, я слушаю!» «С новым годом, вас! С новым счастьем! Мы тут в лифте». «Кто это там?» «Это Снегурочка и Дед и Дед Мороз. Мы застряли. Помогите нам!» «Алло!» «Да-да, я слушаю тебя!» «Послушайте, мы застряли в вашем дурацком лифте. Ну, выпустите нас отсюда, и мы уйдем!» «Ой, это там?» «Да какая разница? Ну, просто человек, понимаете? Да два человека тут». «Кто ты хотела?» «Послушайте, я... Как бы вам это объяснить? Мы застряли в лифте. Отклушайте». «Да-да, я слушаю». «Послушайте, а там вообще кроме вас еще кто-нибудь есть вменяемый?» «Конечно есть лифтер». «О, а позовите его, пожалуйста». «Он будет скоро». «Когда?» «Сразу после праздников недели через две. Когда придет, тогда и звоните». «Виду ночью в поле с конем». «Дочкой темной тихо пойдем». «Мы пойдем с конем по полю вдвоем и к жене соседской тихо зайдем». «И в округе всей есть у нас родня. тут все дети от меня и от коня». «Стар» «За» «Борис Львович, спасибо вам большое за чудесный вечер и за то, что проводили меня. Ну что вы, любовь Михайловна, вас я готов провожать всю жизнь. Спасибо, что проводили. Ничего себе! Три тысячи за такси отдал. Знал бы, что она живёт у чёрта на куличках. В жизни бы сюда не поехал. Три тысячи за такси. Буржуй. Это же можно было шестьдесят раз на электричке проехать. Сто килограмм картошки купить. Борис Львович, спасибо вам, что пригласили меня в ресторан. Ну что вы, Любовь Михайловна, для меня честь пригласить такую очаровательную женщину, как и вы. Салат королевский с креветками. Мясо по-французски. Котлета по-киевски. Осётр, запечённый с чёрной икрой. Молочный поросёнок с хреном. Как в неё всё это влезло. А с виду Порядочная женщина. Будто и не ест вовсе. Рыба так себе. Мясо. Не прожевать. Салат не пойми с чем. Котлета это по-киевски. Вообще пустышка. Сплошное масло. Да и свинью рано зарезали. Поторопились. А вот хрен у них вкусный. Прям как в семёрочке. По жёлтой цене. Борис Львович. Что-то мне вино голову вскружило. Я, наверное, такая пьяная. Ну что вы, Любовь Михайловна. Вы божественны. Я не пью, я не пью. Сначала шампанское, коллекционное. Затем бургундское. 1847 года. Три бутылки. Выпила. И ни в одном глазу. Не вино, а брага какая-то. Явно просроченная. Точно в семёрочки брали. Рублей по пятьдесят. За литр. Любовь Михайловна, примите от меня этот скромный подарок. От чистого сердца. Ой, это мне? Ой, что вы? Ой, какая прелесть. Прелесть. Ой. Ничего себе. Прелесть. Полкило чистого золота. Пятьсот восемьдесят пятая проба. Ручная работа. Нашёл чем удивить. Да такую бижутерию на рынке по триста рублей продают. Но ведь сразу видно, что дешёвка. Хотя смотрится как настоящая. Борис Львович. Да. Ещё раз огромное вам спасибо за вечер и за подарок. Но мне пора. Как пора? И вы что же меня не пригласите? Куда? Ну, в гости. Борис Львович, что вы такое говорите? Какие гости в три часа ночи? Во-первых, у меня не убрано. А во-вторых, я не такая. Прощайте. Любовь Михайловна, Любовь Михайловна, вы меня не так поняли. Любовь, забава, всё ей шутки, кажется, кто ей дал такое право как нам натура. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У Семёна Альтова есть рассказ «Семейка». Речь в нём идёт о семье Карпухиных, которая состоит из мужа, соответственно, жены, и белой пуделихи по кличке Шалава. АПЛОДИСМЕНТЫ Позади уже десять лет совместной жизни, и вот в один прекрасный день, когда супруги уже готовились ко сну, в спальню зашла собака, притащив с собой до боли знакомый предмет, который она, соответственно, отдала своей хозяйке. Вадим, что это? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это я тебя спрашиваю, что? Ну как что? Что ты сама не видишь? Лифчик. Разбрасываешь вещи, а потом найти не можешь. Вот собака и тащит все, что плохо лежит. Да? А чей это лифчик? Лидочка, честное слово, не мой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебя еще раз спрашиваю, чей это лифчик? Ты отстань ты от меня со своими лифчиками. Это не мой. Да? А чей? Я, слава богу, без лифчика хожу. Грудь пока сама держится. Я на твоем месте. Язык-то бы прикусила бы. Ты посмотри на размер. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не твой. АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе до него еще расти и расти. Это размер шестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Если не двадцать шестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. Как ты мог, а? И главное, с кем? АПЛОДИСМЕНТЫ Где ты нашел эту корову-рекордистку? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лида, Лида, подожди. По-моему, за десять лет совместной жизни я ни в чем таком замечен не был. Так что напрасно ты машешь этим гамаком. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с ним и рядом не лежал. А ну, дай его сюда. Ничего не понимаем. Ведь каждый раз проверяю все до волоса на подушке. Уксусом пол поливаю. Только бы духи не унюхала. А тут такая улика. Уличища! Не иначе Наташка подсунула. Решила отомстить. Неужели у нее такой бюст? О, скрытная баба. А может, светка? В темноте размер не зафиксируешь? Да нет. Такое я бы запомнил. Черт бы их всех. Ну, давай разберемся. При чем тут я? Вспомни. Может быть, кто из подруг забыл, а? Из чьих подруг? Из твоих? Лида. Ну, может быть, может быть, ты вчера, вон, белье гладила. Ну, ну, вот свой лифчик и разгладила. Я гладила утюгом, а не танком. Хорошо, в конце концов, может быть, может быть, ты на вырост купил, а? Да никогда у меня такого не будет. Нет. Не надейся. А ну, говори, кто у тебя вчера здесь был? Кто? Вчера был водопроводчик. Не идиотничай. Он был в кепке без лифчика. Откуда ты знаешь, что без лифчика? Ты что, его раздевала? Я никогда никого не раздевала, в отличие от некоторых. Нет. И, главное, спутался с тонкой, изысканной женщиной. Так нет. Отбил жену бегемота. Вот. Это твой вкус. Нет, ну, теперь-то я, конечно, понимаю, почему тебя вместо филармонии все время тянет в цирк. Между нами нет ничего общего. Лида, ну, перестань. что ты в самом деле из пальца скандал высасываешь? Да собака притащила откуда-то этот чудовищный лифчик. Может быть, даже с улицы. Да, да таких женщин просто в природе не существует. А что бы ты сказал, если бы собака притащила чужие мужские кальсоны. Ты скажешь тоже, Лид, кальсоны. Да. Кстати, а что это у тебя такое? Да что? Вот это вот, что это ты держишь? Где? в руках что это такое, а? Что? Я тебя спрашиваю, вот это вот что, что такое? Это? Да. носок? Собака вместе с лифчиком притащила. Да? А чей это носок? Немой же. Да я таких носков сроду не носил. А ну, говори, кто у тебя тут был в этом носке? А ну, вчера был водопроводчик. Это мы уже слышали. Интересно, что это за засор такой в ванной? Есть человек раздевается до гола и ныряет. А ну, дай его сюда. Неужели, Сергей? Да нет. Интеллигентный мужчина, переводчик, всегда уходит по-английски, в носках. А может, Михаил? Вряд ли. Бывший разведчик по роли до сих пор помнит. Никаких улик не оставит. Для маскировки скорее чужое возьмет. Но ничего. Поеду к Семену, он в уголовном розыске работает. По носку всего мужика найдет. А может, он и оставил? Ну, мужики. Ну, бабы, всех обойду. Кому подойдет лифчик, ту и убью. Маша, где мои носки? Сколько раз говорил, не вешай на балкон, ветром сносит. Единственные носки еще и лифчик. Ну, поздравляю. Мало того, что есть нечего, так еще и не в чем. Ну что, записался к невропатологу? Какой там? Все талоны разобрали. Ну, ты бы спал больше. Спал? Да я в три часа ночи у поликлиники уже в очереди стоял. И что? Что? Пол восьмого открыли и сразу сказали. К невропатологу талоны закончились. Как так? Вот так. Говорят, по телефону записывайтесь. Ну, а номер? Номер ты записал? Ну, конечно. Ну, так давай попробуем. Набирай и громкую связь включи. Здравствуйте. Вы позвонили в поликлинику. Ваш звонок очень важен для нас. Чтобы записаться на прием ко врачу, прослушайте все варианты, прежде чем сделаете выбор. Вам нужен терапевт? Нажмите один. Кардиолог два. Травматолог три. Пульмонолог четыре. Ревматолог пять. Окулист шесть. Уролог семь. Логопед восемь. Хирург девять. Вам необходимо попасть к невропатологу? Да. Нажмите десять. Как десять? Всего до девяти и ноль. Ну, подожди, попробуй один и ноль. А, хорошо. Вы набрали один и ноль. Данная комбинация цифр предполагает, что вам нужен невропатолог. Да. Нажмите один, если это не так. Два, если хотите вернуться на прежний уровень меню. Три, для того, чтобы заново прослушать основную информацию. Четыре, если вы случайно набрали данную комбинацию цифр. Пять, если вам действительно нужен невропатолог. Пять. А, ага, нет. Вы хотите записаться на прием к невропатологу? Да. Нажмите один, если вам будет удобно в понедельник. Два, во вторник, три, в среду, четыре, в четверг, пять, в пятницу. Давай в понедельник. Один. Вы хотите записаться на прием к невропатологу в понедельник? Да. Нажмите один, если вам будет удобно с восьми до десяти. Два, с десяти до двенадцати. Три, с двенадцати до четырнадцати. Четыре, с четырнадцати до шестнадцати. Пять, с шестнадцати до восемнадцати. Давай пять. Почему пять? Давай лучше три. Нет, только не три. Лучше два или четыре. Да нет, только не четыре. Давай один. Вы нажали один, чтобы записаться на прием к невропатологу в понедельник с восьми до десяти утра. Да. К сожалению, все талоны на это время уже закончились. Попробуйте получить талон к невропатологу в порядке живой очереди. и не забудьте взять направление у терапевта. Спасибо, что вы воспользовались нашей коммерческой службой записи в поликлинику. Стоимость одной минуты разговора составляет триста рублей без НДС. Спасибо, что эти десять минут вы были с нами. Будьте здоровы! Добрый день, уважаемые телезрители и вновь ваше любимое ток-шоу. Тема нашей программы, как обычно, интересует всех нас больше всего. героиня нашей программы утверждает, что над ней надругались. Итак, встречайте, Анжела Шарамыгина. Здравствуйте. Присаживайтесь. Расскажите, с чего все началось? Меня в гости пригласили на какую-то тачу. Так. С тачевкой в сауне попариться и пивка попить. Хорошо. А кто пригласил? Да кто его знает. Мужики какие-то. Ну, вы, разумеется, отказались. Ну, я ж не дура. Ну? Конечно, поехала. Как? На халяву-то. В сауне попариться и пивка попить. Ну, вы понимали, для чего они вас пригласили? Ну, я ж не дура. Конечно, понимала. В сауне попариться и пивка попить. С незнакомыми мужиками. Ну, это меня тоже немного смутило. Но так пивка хотелось. думала, в сауне попарюсь, пивка попью и домой поеду. А они бесстыдники вон чего удумали. Ну, хорошо. Скажите, вам знаком вот этот человек? Конечно. Я его сразу узнала. По рубахе. Он был в этой рубахе? Не. В свитере. Я этого негодяя на всю жизнь запомнила. Это он мне пылесос продал. Простите, какой еще пылесос? Современный. От комнатных клещей. Подождите, в сауне был он или не он? Да кто его знает. Их там человек десять было. Ну, всех и не упомнишь. Ну, посмотрите, вот он... Ну, вроде он. Точно он. Вон морда какая наглая. Ну, хорошо. Сегодня у нас в студии собрались наши гости, эксперты, которые тоже хотели бы сказать свое мнение. У вас есть ровно минута. Пожалуйста, говорите. Извините, пожалуйста, можно я еще скажу? Да, девочки! Просите, я не могу сейчас просить. Ничего, что я говорю, когда вы меня переживаете? Да, край, что надо. Не забудьте слушайте меня! Что делать? Извините, пожалуйста. Я требую экспертизу ДНК. Что? Ну, все что-то требуют какой-то ДНК. Да нет, ну, это не из нашей программы. Давайте по сценарию. Ну, ладно, я же не дура. Как мне подсказывают наши редактора, только что сотрудники полиции поймали подозреваемого. И у нас есть возможность поговорить с ним в прямом эфире по телефону. Алло? Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания Невальный сержант Гавлюшкин слушает. Мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Одну минуточку. Попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Временно исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания Невальный сержант Гавлюшкин слушает. Вновь телевидение. мы можем услышать задержанного? Да. Так точно. Наша служба и опасна и трудна. Уважаемый абонент, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. И на первый взгляд как будто не видно. связь связь просто подводит, но попробуем еще раз. Алло? Добрый день. Здравствуйте. Временный исполняющее обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора временного содержания Невальный сержант Гавлюшкин слушает. Сержант, в конце концов мы можем услышать задержанного? Да. Алло? Добрый день. Временный исполняющий обязанности старшего дежурного областного следственного изолятора сержант гаврюшкин слушает послушай гаврюшкин не продали пылесос современной от комнатных клещей понимаешь это кто-то шаромыгинов пальто временно исполняющий обязанности старшего дежурного сержант гаврюшкин слушай гаврюшкин дай нам поговорить с этим козлом алё что вам от меня нужно здравствуйте телевидение беспокоит вы в прямом эфире мы по поводу шаромыгиной это еще кто такого как девушка на которой вы так сказать надругались вы в своем уме я вообще девушками не интересуюсь если я жена но надругался и на здоровье вы его лучше про пылесос спросить станьте вы со своим пылесосом пожалуйста и за него сто тысяч заплатила скажите а зачем вы продали шаромыгиной неисправный пылесос алё вы в своем уме я не торгую сломанными пылесосами и несломанными тоже а за что же вас тогда задержали вы в своем уме никто меня не задерживал я дежурный старший лейтенант козлов как же задержанный а задержанный уже отпущен за недостаточностью улик пылесос мне подарил современный от комнатных клещей сожалению время нашего эфира подошло к концу но завтра в прямом эфире мы поговорим о мошеннике который торгует неисправными пылесосами до новых встреч в эфире здравствуйте а вот скажите пожалуйста почему так дешево всего 10 тысяч рублей за две недели в турции просто у нас сейчас проходит рекламная акция две недели в турции за 10 тысяч рублей сдать и очень выгодное предложение да да одну секундочку прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите да а что вы хотели за 10 тысяч думали на халяву в рай попасть простите что вы говорили ой вы знаете такие красивые фотографии а это действительно пять звезд ну конечно самая настоящая пятерка я бы даже сказал пять с плюсом и заметьте всего лишь за десять тысяч прошу прощения да я вас слушаю что вы так кричите кто обещал пять звезд на фотографиях другой отель а что вы хотели за десять тысяч думали что вас в хилтон поселить простите что вы говорили ой а скажите пожалуйста вот там действительно все включено ну конечно ранний завтрак поздний завтрак поздний завтрак обед полдник ранний ужин поздний ужин плюс холодные закуски всю ночь и заметь всего лишь за десять тысяч прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите кормят только утром всего один час и всем еды не хватает так вы с вечера очередь занимайте а что вы хотели за десять тысяч меньше жрать надо простите знаете вот скажите пожалуйста а вот спиртные напитки тоже бесплатно ну конечно и турецкие и европейские и все что пожелаете причем круглосуточно и заметь все это всего лишь за десять тысяч прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите отравились коктейлем сомнительного производства а что вы хотели за десять тысяч меньше пить надо всякую дрянь нормальные люди спиртное с собой везут простите что вы говорили ой а вот скажите пожалуйста вот море море рядом с отелем нету моря ну конечно первая линия буквально рукой подать и это всего лишь за десять тысяч прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите рядом с отелем нету моря а что вы хотели за десять тысяч знаете что вы уже неделю в отеле живете и только заметили что рядом нет моря меньше пить надо коктейли сомнительного производства простите что вы говорили ой ой а вот скажите пожалуйста а вот в отеле есть ночная дискотека ну конечно одна из лучших дискотек в Турции прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите а местные жители избили на дискотеке а что вы хотели за десять тысяч нормальные люди ночью спят они по дискотекам шиляются простите что вы говорили ой а вот скажите пожалуйста а вот вечером вечером в отеле есть какие-нибудь развлекательные программы ну конечно каждый вечер сразу после ужина вас ждут незабываемые шоу программы прошу прощения да я вас слушаю а что вы так кричите вместо шоу вас искупали в ледяном бассейне и над вами смеялся весь отель а что вы хотели за десять тысяч думали что вам каждый вечер басков с киркоровым петь будут простите так что вы говорите ой вы знаете я просто не верю своему счастью ну что ж в таком случае пожалуйста в кассу и приятного вам отдыха спасибо вам большое спасибо пожалуйста Леночка оформите еще одну путевочку девушки да и подготовьте документы о банкротстве что и пятьсот человек пятые сутки сидят в турецком аэропорту ничего как-нибудь доберутся мы им не оплатили дорогу ну а что они хотели за десять тысяч аэропорт 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 Спросили пол, имя и года Долго отвечал на вопросы эти Говорили мне про мою вину Я совсем промок А никто не едет Из последних сил Закричал, да ну! Где ты, милая, служба аварийная? Где ты, милая, плаваю один? Где ты, милая, пострадаю сильная? Где ты, милая, ждет тебя, ждет тебя, ждет тебя, грузин! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, купил новый телефон? Купил, современный, кнопочный Кстати, сим-карту в подарок дали, бесплатно Значит, у тебя теперь новый номер? А, ну, получается новый, да Ух ты! А ты его уже кому-нибудь давал? Ну, кому? Полчаса назад только оформил все Нет, правда, дочке уже сообщил, да, дочке сообщил Ну, как она там? Скучает? Скучает! Ну, кстати, обещала, обещала позвонить сегодня Ой, хорошо! О, наверное, она На громкую связь включи Так, алло, доча? Добрый день! Здрасте! Вам удобно сейчас говорить? Нет, нет, вы знаете, нам дочка должна позвонить Поэтому, извините, до свидания Я представитель медицинского центра Компания по оказанию лечебно-косметических услуг Мы готовы совершенно бесплатно нарастить вам волосы Простите, куда нарастить? Мы готовы нарастить волосы куда угодно Наращивание происходит путем пересадки собственных луковиц из более засеянных мест в места, где посадки волос вам необходимы Нет, нет, спасибо Нам ничего не надо сеять Спасибо Но почему? Это же бесплатно Понадобится только ваш паспорт и подпись Нет, нет, спасибо Не нужно До свидания До свидания А волосы предлагали Пересадить Ну, это я поняла О, так Алло Доча Дискотека восьмидесятых Бесплатные билеты на супершоу Вы платите только за доставку Осталось всего пятнадцать билетов Томас Андерс Пупо Сиси Кейдж Аталант Бонни Эм Аркадий Укупник О, укупник Да ты с ума сошел, какой тебе укупник? Нам не нужно Аталант Алло Доча Добрый день Здрасте Горводоканал Диспетчерская Счетчики на воду установили? Да, установили А меняли их давно? Вот буквально месяц назад поменяли все Согласно постановлению о контроле воды Счетчики необходимо менять раз в неделю Готовы приехать и установить их уже этой ночью? Нет, нет, спасибо Нам не нужно ночью Нет, нет, спасибо Сегодня пенсионерам скидка Нет, нет, спасибо, не нужно До свидания До свидания Полтора процента Да что ж такое Откуда они наш новый номер-то узнали? Ну, вообще-то не наш А твой Да, надо же Ты уверен, что эта сим-карта новая? Уж сам засомневался Да Дай-ка я сама поговорю Ага Алло Доча? Алло Нет Это не она А кто? Я предлагаю Свежевырытый картофель в мешках Мешки большие Отдам недорого Если возьмете Пятнадцать тонн Сделаю Небольшую скидку Да нет Спасибо большое Нам столько не съесть Ну, возьмите Хотя бы Мешок Спасибо большое Нам Не нужно Да что же это такое? Ты точно в салоне новый номер покупал? Ну да Мне его в подарок Спасибо большое Нам Не нужно Безобразие Да Беспредел какой-то На новый номер Опять смс? Читай Так Дорогие Мамуля И папуля Вот К сожалению Дозвониться сегодня Не смогла Позвоню Завтра Спокойной ночи Доча Ну Не дозвонилась Что значит Не дозвонилась? Не смогла Ну Ну ничего Может быть Завтра Получится Интернет Занял Большую часть Нашей жизни Через интернет Мы Узнаем Все Что нас интересует Читаем новости Совершаем Покупки Знакомимся Общаемся И даже Влюбляемся Но Не всегда Складывается Так Как Хотелось Простите А что вы На меня Так Смотрите Валера Да А я Та самая Машенька Из интернета Как Машенька Из интернета Это Вы Совершенно верно А что вас так Удивило Да Но На фотографиях Была Девушка В школьной форме Все верно Это мои Школьные фото С выпускного С выпускного Без фотошопа Почти Да Но на страничке Был указан возраст 18 лет Правильно Моей страничке В интернете Ровно 18 лет Да Но я думал Что это вам 18 лет Ой Валера Не волнуйтесь Восемнадцать Мне уже Есть Ой Много Комплимент Спасибо Ну что Куда Пойдем Может быть В ресторан Какой Ресторан Как вы Не понимаете Что я Хотел Познакомиться С той Которая На фотографии В школьной Форме Ну Ну Ладно Тогда Поедем Сразу Ко мне Школьная Форма Как раз У меня Дома Да Не нужна Мне Ваша Школьная Форма И Вообще Мария Извините Но Мне Некогда Пора Мне Извините Извините Пора Подождите Валера У меня Еще Костюм Красной Шапочки Есть Что Не так Восемнадцать Мне Уже Есть Есть Фотографии В интернете Мои Мои Все Честно Без Обмана Наверное Все Таки С Фотошопом Перестаралась Аплодис Где-то Средь Бесчисленной Коровни Наш Сюжет До боли Всем Знаком В городок Наш Небольшой Один Мэром Избран Был Чиновник Скромный Нахватавший Зяток На местах Столько Что Вам Даже Не приснится Он С земли Российской Словно Па Улетел Мгновенно За Границу Из Полей Он Ели Сесть К нам Шлет Привет Гуляя По музеям Впереди Нью-Йорк А Магадан Будет Видимо Чуть Чуть Позднее 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 Мне Очень Приятно Что Культурные Отношения Месту Нашей Страной И Вашей Россией Продолжают Развиваться Я Хочу Поблагодарить За Концерты Русской Поп Культуры Которые Просли В нашей Столице Спасибо Большое Надеюсь Вам Все Понравилось Да То Что Надо Но У меня Есть Небольшие Уточнения Вот Например Певец Сергей Снуров Снуров Да Снуров Так И думала Что С ним Будут Проблемы Хороший Певец Да Да Очень Приятный Брутальный Колос Да Да То Что Надо Но Очень Много Непонятных Русских Слов Я Тут Выписал Некоторые Из них И Сейчас Вам Зачитаю Вот Например Слово Нет Не надо Не надо Почему Дело в том Как бы вам это Объяснить Что Сергей Шнуров Использует В своем Творчестве Древнерусский Народный Язык Так Да И Тоже Слово Да Ну Хорошо Следующими Выступали Потап И Настя Каменский Очень Понравились Особенно Потап А вот К Насте У меня Есть Несколько Вопросов Паленьких Томас Включите Пожалуйста Песню Чумачечая Чумачечая Теперь Понял Следующий Выступала Певица Глю Коза Глю Коза Да Глю Коза Томас Включите Пожалуйста Песню Томас Томас Россия И Владимир А А у Нем Самая 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 Красивая Папа Ну Ясно Вам Наверное Непонятно Как бы Это Сказать Что У нее Самая Красивая Нет Как раз Это Япония Опа У нее То Что Надо Мне Непонятно Немножко Другое Почему Россия Танцует А Европа Плачь Томас Следующая Песня Дам 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 Я Тебе Погубам Чтобы Не Лестни Ко Не Зиловаться Дам 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 Я Тебе Погубам Вот Полезешь Дам 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 Да Но это же Анна Семенович Да Но Она же не Принимала Участие В наших Концертах Да Очень Шаль Апофеозом Концерта Стало Выступление Никиты Джигурды Томас Включай Опа Джигурда Джигурда Опа Опа Джигурда Вам Не понравилось? Да что надо Не только непонятно Почему Никита Выступал В юбке Видите ли Дело в том Что Никита Только что вернулся Из Шотландии Так Это Килт Шотландская юбка Так Понимаете Он так К вам Спешил Что просто Не успел Переодеться Хорошо Передайте Никите Что Юбка Ему Уйдет Да Да И бюстгальтер Тоже Я Еще раз Хочу Поблагодарить Вас За Эти Концерты И Сказать Спасибо За Высокий Уровень Русской Поп Культуры Как говорится То Что Надо Надо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы правильно сделали, что выбрали именно наш ресторан. Лучшая европейская кухня. Лучший шеф-повар. Не пожалеете. Так что ждем. Ждем. До свидания. До свидания. Павел Павлович. Ой, Павел Павлович. Синичкина, что у тебя? Павел Павлович, миленький, вам как директору ресторана просто необходимо вмешаться. Да что? Что случилось-то? Павел Павлович, там клиент. Он, значит, пришел, сделал заказ, я ему все принесла, он все съел и все. Что, значит, все, Синичкина, ну ты говори, да не заговаривайся. Сознание потерял. Так, скорую, скорую вызвала? Павел Павлович, миленький, я все по вашей инструкции. Сразу к вам. Ага, правильно. Молодец. Так. Он что-нибудь пил? Да. Водку. Паленую? Ну что вы, Павел Павлович, фирменную. Ну, то, что мы в мытищах берем. Ну, а шо-то. В канистрах. Ну, по 30 рублей за литр. Ну, которую вы сказали еще марганцовкой разводить. А, это. Да. Ну, это нормальная. Да. Так, а он этот алкоголик чем-нибудь закусывал? Да. Закуской. Какой? Ветчина. Царская охота. Ну, та, что с вашего юбилея осталась. Подожди, после юбилея уже полгода прошло. Вы бы ее хоть, я не знаю, в салаты добавляли. Ну, добавляем, Павел Павлович, добавляем. И в салаты, и в солянку, и перец ей фаршируем. Ну, с вашего юбилея ее осталось столько. Хорошо, хорошо. Что он еще заказал? А я ему предложила подводочку, селедочку. Какую? Заморскую. Самую лучшую. Ну, ту, что с вашего юбилея осталось. Она что, за полгода еще не протухла? Нет, ну, запах, конечно, есть. Но мы же ее, как селедку, под шубой подаем. А под шубой она не пахнет. Почти. Хорошо, а что еще было в заказе пострадавшего? Икра была красная. Что, тоже после юбилея осталось? Да нет, что вы. Да, что после юбилея уж месяц назад как закончилось. А это свежее. Откуда? Ну, вы же сами. Две недели назад у какого-то барыги ведро икры за литр водки взяли. Так вот, пол ведра уже ушло. А остальное в подсобке стоит. Почему в подсобке, а не в холодильнике? Ну, так ведь в подсобке прохладно, А холодильник забит весь. Чем он у вас забит? Селедкой под шубой. И ветчиной с вашего юбилея. Синичка, ну что ты пристал со своей ветчиной? Лучше скажи мне, чем ты клиента отравила? Пал Палыч, нет. Я не... Пал Палыч, да не я. А может быть, салат оливье? Откуда он у нас? Ну, как обычно, из гипермаркета. Ну, мы же всегда у них просроченный салат за полцены берем. Но мы туда еще ветчину с вашего юбилея добавляем. Да что ж такое, Синичкина. Так, скажи мне, горячее он брал? Да, котлеты по-киевски. Вот. Из чего они? Из натурального куриного мяса и лучшего сливочного масла. Вот. Ну, это так в меню у нас написано. Ну, а на самом деле? А на самом деле? Они на основе хлеба и ветчины с вашего юбилея. Да что ж такое, Синичкина? Так. Скажи мне самое главное. Он, этот клиент, вообще там, ну, рассчитался? Да в том-то все и дело. Он когда все съел, я ему счет принесла, а он туда как глянул и сознание потерял. Негодяй. У меня еще в тот момент перед глазами ветчина с вашего юбилея промелькнула. Сколько ж он ее съел. Подлец. А теперь вот там лежит и не платит. Мерзавец. Знаешь, Синичкина, мне все ясно. Отравиться он не мог. Да. Ну, нечем здесь травиться. Да. Ну, осознание потерял. Почему? Ну, потому что... Почему? Потому что возраст берет свое. Кстати, сколько ему примерно лет, там, 60, 70, 80. Ну, Синичкина на вид... На вид лет 35 было. Ну вот, не мальчик уже. Значит так, Синичкина, сейчас приведи себя в порядок и сразу к нему, к клиенту. И как только он очнется, сразу же... Что? Рассчитай его. Ну, а потом, как обычно, веди его отсюда. Куда? Через дорогу в Чебуречную. Пусть он в себя там приходит. Утром в окно глянул. На дороге огромный рекламный щит установили. И на нем написано. Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебя пошлем. И телефон. Ну, крупно так, чтоб не перепутать. Ну, думаю, неудобно как-то. Надо позвонить. Люди же ждут. Звоню, говорю, алло, Бермуды? Сидоров беспокоит. Вы в рекламе написали, что мне, вашему другу, пора у вас отдохнуть. Я готов. Когда вы меня сможете послать? И тут их главный бермудянин, как начал меня посылать. Да так подробно. И куда идти? Где поворачивай? Минут десять посылал. А шахрил. Даже что-то про моих родителей говорит. Видать, хотел послать всю семью. Вот. Не обманывает реклама. Позвонил, послали. Придется летать. Ну, чтобы на новый костюм не тратиться, взял я шорты, тещины белые, с начосом внутри. Написал на них, бермуды. Сзади поместилось только бер. Остальное пришлось перенести наперёд. Фу, погладил, надел. Тепло. Чувствуется, бермуды начали действовать. Из подъезда вышел, на небе солнце, на шортах стрелки. У подъезда стоит участковый. Я говорю, товарищ капитан, вот, улетаю на бермуды. Участковый глаза вытаращил, почитал. Говорит, и ты, Сидоров, туда же. Наркомания не щадит даже больных на голову. Дети во дворе меня увидели. Играть перестали. Один подошёл, говорит, отец, у тебя на трусах типа чистая печатка. Я говорю, Козлёночек, ты сначала типа чисто научись читать. Он говорит, сначала научись писать. Какой ещё мудыбер? Вышел на дорогу, смотрю, а напротив магазин. Мерседесы продаёт. И на витрине написано, друг, твой Мерседес мы приготовим. Забери его. Ну, думаю, вот это денёк. И бермуды. И Мерседес. Ну, думаю, надо зайти. Люди же ждут. Охраннику на входе мои шорты сразу понравились. Он так громко щёлкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравилось. Стоят, улыбаются, но близко не подходят. Я говорю, я к вам с приветом. Менеджер говорит, я вижу. Я говорю, я тот самый друг. Узнали? Вы просили забрать Мерседес. Только давайте побыстрее, а то я на бермуды опаздываю. Менеджер говорит, а вы до этого что-то водили? Я говорю, ну, в детстве водил хороводы. Жену пару раз вокруг пальца обводил. Он говорит, ну, для вас у нас есть прекрасная модель. Белый цвет, просторный салон. Я говорю, а машина с наворотами? Он говорит, да. Сбоку фара. На фаре красный крест. Внутри кушетка. Да и подгонят мигом. И действительно, через три минуты виск тормозов. В магазин заходит мужик в белом халате. Две женщины тоже в белом. Ну, сервис. Мужик говорит, на Бермуды сам поедешь или как? Я говорю, конечно, сам. Меня там давно ждут. Ну, сели в машину, женщины говорят, а это вам подарок от нашей фирмы. И рубашку на меня надевают. А размер не мой. Я говорю, что такие рукава-то длинные? Они говорят, а это, чтобы ручки под машину не попали. Едем, смотрю, на повороте табличка психбольница два километра. И рядом огромный плакат. И на нем написано друг. Пора тебе уже жить как люди. Я говорю, девчата, дайте телефон, позвонить. Они говорят, с Бермуд и позвонишь. Я что, вышел? Если я с Бермуд им не дозвонюсь, вы уж, пожалуйста, передайте, что я уже живу как люди. от подруг я не скрываю, то, что нравишься ты мне. И прекрасной можем парой мы с тобою быть вполне. Я давно тебя искала, пусть слова мои просты. Мне ромашка подсказала, что любимый это ты. Мне ромашка подсказала, что любимый это ты. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь не одну ромашку я оборвала. Может быть, ты сам не знаешь то, что любишь ты меня и пока не замечаешь, что такая я одна. Но я знаю, что однажды без меня не сможешь жить. Погадаешь на ромашке и ромашка подсвердит. Погадаешь на ромашке и ромашка подсвердит. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь не одну ромашку я оборвала. Да пройдешь и не посмотришь, ты посмотришь и пройдешь. Ну, когда же, ну, когда же ты любовь свою найдешь? А недавно мне приснилось, как ты в гости приходил, ты признался, что влюбился и ромашки подарил. Ты признался, что влюбился и ромашки подарил. Я по ромашке все узнала про тебя, что ты любовь моя, что ты моя судьба. И точно знаю, что она была права, ведь не одну ромашку я оборвала. я по ромашку я оборвала. оборвала. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова